Меня зовут Михаил. Мы приехали из Киева. Проблема это зависимость, наркозависимость моего сына. В зависимости он уже больше 20 лет. У нас горький опыт прохождения этого тернистого пути. Мы были во многих центрах, как поется в песне, от Москвы до окраин. И в Москву ездили до войны, естественно, и многие другие центры. Мы и монастыри проходили, и христианские центры. Но нигде он себя не нашел. Не нашел в каком смысле? Он себя нашел в наркотиках, это понятное дело. Но он не видел пути выхода. То есть это было не его. Мы долго шли. Хочется, чтобы у каждого из вас был этот путь короче. И это не рекламный ролик, потому что, ну, как у каждого пользователя интернета, всегда возникает сомнение в искренности этого ролика. Я говорю искренне, потому что я отец, который пережил эту проблему. И вот сегодня мы выходим отсюда с большой уверенностью, что мы одолели эту чуму 21-го и 20-го века уже. И обратной дороги нет. Я вижу уверенность в глазах своего сына. Я чувствую уверенность в себя, в душе. И хочется пожелать вам поверить, что это действительно работает. Да, у каждого своя дорога. Надо пробовать, надо стучаться. Единственное, конечно, это готовность клиента. Готовность вашего ребенка, вашего мужа, брата, сестры, не дай бог, или дочери. Но готовность их должна быть в первую очередь, потому что, глядя здесь, как подъезжают готовые к тому, чтобы избавиться, результат сногсшибательный. Кто не готов, тяжело пробить эту стену. Так что старайтесь. Хочется еще обратиться к отцам. Я, как сам отец. Потому что не оставляйте своих детей. Не оставайтесь в стороне. Я вижу на этих мам. Да, у нас тут два-три отца было. Остальное мамы. Мама – это мама. Нам тяжело понять маму, потому что мы не вынашивали этого ребенка. И осудить их мы не имеем тоже права. Их отношение к детям. Но отец, наверное, немножко по-другому относится к проблеме. Главное, не вставайте в позу, что вот я что-то могу, а он не может. Не оскорбляйте его, как бы у вас там не накипело. Потому что через слова тоже вырисовывается стена. Постарайтесь разрушить эту стену. Постарайтесь достучаться до своего сына или дочери, не дай Бог. И он вас услышит. Главное, верьте. Главное, идите по этому пути. И все у вас получится. Несколько слов хочу об этом центре. Отозваться тепло. Как я уже повторял, это не рекламный ролик. Это действительно. Я, может, как и многие вы, изначально не верил в стопроцентность того, что показано на сайте. Но когда я приехал сюда, во-первых, увидел условия, в которых мы находились здесь месяц. Отношение персонала, вы знаете, превзошло всякие ожидания. Это даже больше, чем показано на сайте. И вот особая благодарность, конечно, всему персоналу. Особенно хочется действительно отметить Алексея, волонтера, который сам был в зависимости, сам преодолел эту проблему. И он сейчас помогает и родителям понять своих детей, ну и нашим детям понять проблему и избавиться от нее. Они, особенно по первых порах, что мы родители слушали и слышали его больше, чем психотерапевтов и психологов. Потому что человек действительно, который поборол, который вышел с проблемы, ему есть чем поделиться. И он всегда попадает, как говорил мой сын, в точку, потому что он видел эту проблему изнутри, прошел этот путь сам. Огромное спасибо Олегу Васильевичу, который работает. Это уникальная работа. Ну, конечно, жаль, что мы не увидели основателя этого центра. Потому что, ну, это человек, наверное, от Бога. Это человек от Бога создать такую машину, которая работает, которая выдает 70, а то и более процентов людей, которые могут жить трезвости. И вот его лозунг, я только здесь услышал, что наркотик, наркоманы бывают, как говорят в других центрах, бывших не бывает. Здесь лозунг, что не бывает. И весь коллектив делает все для того, чтобы этот лозунг воплотился в жизнь. Огромное спасибо также терапевту Тамаре Владимировне. Когда надо было, она всегда оказывалась в нужное время. Она, как мама, в другой раз сидела возле кровати моего сына. Это, конечно, цепляет за живое. Но это действительно так. Здесь есть человечность. Здесь нет смысла зарабатывать деньги. Здесь смысл в том, чтобы увидеть наших детей трезвости. И я не собирался записывать этот ролик. И просто после сегодня, последнего сеанса, мне захотелось поделиться с вами. Может быть, услышав меня, вы услышите себя и что-то измените в себе. Этот ролик поможет вам и вашим детям. Потому что я не понаслышке знаю, какая это беда. Хочу пожелать вам уверенности в себе, в своих силах. И верьте в себя в первую очередь. Верьте в себя и все у вас получится.